Вопрос относительно тренеров всех наших сборных. Они все остаются на своих постах или были какие-то изменения? Сборная. Круг известен и логика во всех назначениях есть. Молодежная сборная – это должен тренер, который… Это уже сборная, ближайшая резервная национальная сборная. И тренер, как минимум, должен быть тренером главной команды, команды Суперлиги. Мы планировали Черния как первый номер, потому что он успешно в прошлом году работал. Он отказался, потому что у него есть вопросы с бодивельником, он хочет посвятиться бодивельнику. Нет вопросов. Мы начали смотреть, кто из тренеров может возглавить. Михельсон тоже с черкасами отказался от сборной. Ну и вот недавний, скажем, заход Иватина на пост главного тренера. Ну, как бы это форст-мажорный заход, но тем не менее. А потом, в связи с болезнью Прокича, значит, Иватин. И мы, как бы, дали возможность еще посмотреть, может, месяц-два на Иватина и на других кандидатов и принять решение. Касательно МВК Николаев, какая наша ситуация? Я так понимаю, что Николаев, как бы, не приехал играть с бодивельником. Это был такой сигнал. Мы, естественно, спросили, почему не было предварительных писем, почему вы предварительно не позвонили, как бы, не попросили нас, как бы, включиться. Но мы, как бы, включились. Я переговорил с губернатором Николаевской области. Он заверил, что вот на следующую игру Николаев приезжает, и все вопросы финансовые, они решат. Поэтому я так понимаю, что сегодня я никаких не получал других сигналов на сегодняшнюю минуту. Кроме того, что все вопросы там решаются, и Николаев уже, когда там, в субботу, когда он приезжает? В пятницу. В пятницу уже будет здесь играть в БКК. Они не предупредили, они не попросили о переносе, они просто не приехали. Значит, я так понимаю, что это был больше такой, как бы, сигнал для того, чтобы обратили на них внимание. В регламенте записано, два технических поражения, команда снимается. Если другое решение будет принято президиумом? Ну, я думаю, что все будет в порядке. И мы такую команду, как Николаев, которая является одной из... Я считаю, команда с огромной историей. Всегда там готовилась хорошая молодежь. Всегда заполнялся зал. Там любят баскетбол. И это, по сути, единственная такая команда, скажем так, игровых видов спорта. Насколько я так Николаевскую область вспоминаю, там нет больше команд высших дивизионов ни в каком виде спорта. И, конечно же, если Николаевская область и люди, которые руководят этого область, не найдутся возможности хотя бы одну команду сохранить, это будет, конечно, для них стыдно. Но я надеюсь, что они все сделают, чтобы команда там продолжала существовать. И, в общем-то, не просто существовать, а радовать и болельщиков, и давать результат. В Бажанской сборной сегодня не возникает трудностей, допустим, провести какой-то заявитель в чемпионат? Каких-то организационных вопросов на сегодняшний день нет. Есть вопрос, как всегда, финансирования. Но, слава Богу, на наши сборные, как я сказал, есть сегодня спрос. Есть даже конкуренция за право участвовать, чтобы наши сборные приезжали. И вот как только будет составлен календарь, окончательно мы их опубликуем. Мы попробуем все-таки хотя бы на одну-две игры кого-то провести. Но шансы небольшие, потому что, честно скажу, ехать никто не хочет. Нам честно сказали все команды, которые с нами... Ну, там Израиль, там, вроде как солидарность, потому что им никто никогда не ездит. Ну, стараются не ездить, да, по определенным причинам, когда там возникает напряжение. И, как бы, вот сегодня они проявляли интерес. А остальные, в общем-то, аккуратно, вежливо отказывали. Может быть, мы переговорим с белорусами. У них неплохая сборная всегда нам помогала, приезжали сюда. Может быть, я не знаю. Но вот так вот, чтобы, как раньше, там мы позвали, все приехали. Это очень сложно сделать сегодня, на сегодня. К сожалению, увидели, даже вот ФИБА Европы и Евролига при всех уговорах, при всех, как бы, заверениях в безопасности, начиная с мая месяца, когда женщин в нашу сборную обязали играть на выезде, и даже не дали возможность нам сыграть ни кубки дома. Хотя странно, что футбол играет, гонбол играет, а вот позиция, скажем, баскетбола осталась такая вот жесткая. Я так понимаю, это было давление, давление не столько ФИБА, а давление команд, которые теоретически могли сюда ехать. Вот и все. Надеемся, что ситуация изменит, и мы можем уже к лету что-то изменить в таком, знаете, ручном режиме. Александр Ильич, в следующем году выбор президента футбол уже принял решение. Не принял, не принял. А у вас в руках, кто еще претендует? Ну, знаете, претендует много, но, к сожалению, два раза безальтернативно. Знаете, вот есть много кандидатов, всегда люди, которые критикуют, которые знают, как делать баскетбол, но когда приходишь и ждешь, когда они же придут, они потом под конец куда-то исчезают. Ну, честно говоря, я бы рад, чтобы появился человек, человек с хорошим финансовым, скажем так, с финансированием, который мог бы обеспечить финансирование федерации. Я готов с удовольствием, готов уйти на какие-то вторые, третьи роли, помогать в организационной и все такое, потому что на самом деле очень тяжело. Очень тяжело, знаете, я… Есть два аспекта. Есть… ты тратишь время на творчество, ну, я имею в виду творчество в плане баскетбола, там, организацию каких-то соревнований, улучшение каких-то, в общем-то, привлечение зрителей, там, организацию детских соревнований, потому что есть огромный опыт, как это сделать. Но, к сожалению, на творчество уже не хватает времени, потому что ты постоянно занимаешься поиском финансов. И это… ну, ты деградируешь, если говорить правду, да, вот. Как бы ты начинаешь просто каждый день встаешь с утра, там, как закрыть эту дырку, как закрыть эту дырку, где найти деньги на то, на это, потому что мы как бы вышли на уровень, не хочется его терять, да. Попробуй сегодня игрокам скажи, что завтра не будет семи тренеров из Америки, не будет пятизвездочных гостиниц, не будет чартеров куда-то там, не будет суточных. Попробуй их потом собрать, да. Уже это будет сложно. Почему? Потому что, во-первых, ребята играют в хороших лигах, в хороших университетах, в НБА, в клубах хороших, и они уже привыкли здесь, четвертый год живут, в общем-то. И самое главное, дают результат. Это дает нам основание, что мы на правильном пути. И, ну, и все остальное. И когда, скажем, если бы сегодня был человек, который заявит, что он хочет быть президентом Федерации, при этом закроет финансирование, то мы с удовольствием за ним, за ним займемся баскетболом в чистом виде и будем этим довольны, потому что, ну, это не мое, знаете, это, я, ну, мне сложно это делать, но я вынужден, я вынужден, потому что, ну, отступать некуда, в общем-то. Вот такой ответ, да.